Более 140 детей из Хабаровского края и Еврейской автономной области приняли участие во вторых региональных соревнованиях по робототехнике «Техностарт». Фестиваль проходил в Центре цифрового образования «АйТи Куб». О том, сколько времени нужно на сборку робота и как научить играть робота в шахматы, узнала Арина Солдатенкова. На соревнования по робототехнике в Хабаровск 14-летняя Анастасия Шабунина приехала из Комсомольска на Амуре. За полчаса до старта школьница проверяет исправность своего робота. Рука-манипулятор должна захватить три шарика и переместить их в определенную точку на поле. Кажется, просто, но на сборку конструкции и программирование ушло полтора месяца. Вообще, я их сделал из EV3, это набор от Лего, и из картона. Строили, наверное, мы его около двух недель, а потом просто, в принципе, меняли нашу конструкцию все время. Потому что находили в ней ошибки. Робот 17-летнего Ивана из Хабаровска будет играть в шахматы кубиками. Перед соревнованием настраивает программу. Говорит, что солнечный свет влияет на датчики робота. Вот у меня здесь стоит датчик, который считывает штрих-код. Он возвращает просто три числа, и необходимо эти три числа с помощью программы перевести в цвет. Эти числа меняются, необходимо алгоритмы также менять. Цель соревнований про робототехники – поддержать одаренных детей в области IT-технологий. Они соревнуются в четырех номинациях. Траектория с препятствиями, грузовые перевозки, робокарусель и фристайл. Это самая сложная дисциплина. В ней участвуют старшеклассники. Победители этого соревнования имеют возможность поехать дальше на московский этап, федеральный этап. Если не победят на московском этапе, то получат баллы КГ и возможность поступить в МГУ на факультет физики без экзаменов. В краевом фестивале принимают участие 144 школьника из шести районов в крае и еврейской автономии. Первый этап соревнований из-за коронавируса проходил дистанционно. Теперь знатоки IT-технологий собрались на реальной площадке. В Министерстве образования края говорят, что совсем скоро робототехникой сможет заниматься больше детей. В ближайшее время запланировано открытие IT-кубов. Именно техническая направленность поддерживается в трех еще учреждениях, включая сельские территории. Сейчас в регионе работают три центра цифрового образования и больше 90 точек роста, где школьники и студенты изучают программирование и робототехнику. Арина Солдатенкова, Павел Легалин, Андрей Цой, телеканал «Губерния». Продолжение следует...